друзья всем привет сегодня кимка 300 и downtown abs модель от 2011 года и вот такой аппарат я приобрел довольно случайно проезжая тут в селе и увидел объявление продавал мужичок 75 лет ему дети купили новый четырехсотку exciting совершенно новый а этот он продавал значит договорились о цене я его забрал вкратце аппарате значит он прошел 27000 километров когда его взял и вот значит я взял талмуд так и дети друзья значит я взял вот такой талмуд значит это на кимка оригинальный талмуд коротко зачитаю о нем данные значит здесь одноцилиндровый четырехтактный вентильный мотор значит 300 кубов если точно то 299 значит честный объем диаметр ход поршня у него 72 и 7 на 72 то есть почти тоже самое мощность максимальная у него 24 и одна десятая лошадиных киловатта при 8000 оборотов это примерно 33 лошадиные силы максимальный крутящий момент 18 с половиной ньютон метра при 6500 ну так вот значит что тут заявленная скорость производителем 135 стоит здесь значит длина 2 205 миллиметров ширина 815 высота от еще 390 и вес полностью заправленного готовому готовому к поездку скутеры 179 килограмм значит спереди колеса у нас стоят в данном случае хайденау размеру него 120 на 80 на 14 сзади тоже самое хайденау стоит к 66 размер 150 на 70 на 13 колеса я буду менять на мишелин потому что заднее колесо уже на подходе дедушка доездился вообще как честно говоря обслуживал скутер мне не особо нравится так что дело полностью то на него еще осталось я заказал воздушный фильтр поменять так в основном все уже сделано для почитаем дальше значит у него 11 литров бак потом значит масло в коробке здесь 80 в 90 200 грамм масло моторное у него 10 в 40 полтора литра вместе с фильтром я потом позже покажу и нагрузка полная у него 175 килограмм можно загружать его в принципе два человека по 80 килограмм спокойно даже больше поехали теперь дальше спереди что здесь интересного насчет у начнем с освещение освещения я считаю неплохое крышет они led led но здесь стоят галогенки по 2 на ближний на дальний свет и вокруг ближнего света галогенок стоит led ходовые огни то есть вот так вот это выглядит вот если выключу сейчас ходовые огни то соответственно ближний свет то есть остаются ходовые огни не таким образом значит довольно так симпатично и дальний свет соответственно здесь две лампы х8 стоят тоже очень свет неплохой можно сказать все ночи уже ездил отлично вилка значит здесь стоит п-образная знаю тут видно будет нет довольно устойчивая жесткая мне нравится и очень прекрасно устойчиво с ней надо будет единственное что я позже поменяю масло в ней мы видим а никогда не меняла здесь дальше поехали значит один тормозной диск абс тормозные саппорта здесь кимка родные все сделано с армированными тормозными шлангами тормоза очень четкие мне нравится значит довольно хорошо тормозит особенно задний тормоз такое впечатление что они наперед идет то есть тормозит очень хорошо хорошая защита здесь переднем щитком не нравится что идет практически до конца пластика что позволяет не попадать грязи в радиатор значит поехали дальше значит что это значит лобовое стекло ветровое стекло значит она со временем пожелтела я его буду менять на гиви уже заказано с италии 100 евро она стоит говорят отлично это туринговое стекло но чуть выше и шире то есть у тебя будут тогда защищены руки значит поставил я такую вот набили для мобильника крепления мне очень нравится очень прочная мертвая стоит 10 евро в амазоне купил значит зеркала здесь довольно неплохие но единственно что каша ты это где-то четверть зеркала у тебя руки занимает а вот эта часть принципе нормально то есть видно довольно неплохо тормозные ручки отличные просто регулируем они каждый мотоцикл имеет регулируемые ручки с двух сторон мне кстати николай рукавков сказал что они от сила 400 и 600 по-моему такие же точно николай тебе привет из германии головера что еще здесь интересно значит бардачок бардачок только с одной стороны бардачки у нас имеется розетка 12 вольтовая в которой осунуто значит такой переходник на зарядку мобильника довольно глубокий то есть такой мелочь положить мобильник можно туда если там дождь идет прочее значит но замок зажигания обычной нажимаешь в лево открывается багажник сейчас открыл кстати вот нет им горит это значит что багажник здесь открыт то есть я очень смогу открыть он закрыт как всегда надо еще раз его здесь открывать вот так вот удалось открыть значит вот эта ванна здесь огромнейшая с амортизатором вот таким вот значит спокойно влазит два шлема здесь освещение есть кстати в дополнение багажника с топ кейсом это просто то есть место не веряно здесь и теперь мы его защелкиваем все это метин гаснет ну все значит ну здесь у нас спидометр тахометр уровень бензина температура воды километраж суточный потом суточный второй общий и часы так простой больше ничего нету ну и тут кнопки которыми тоже все все выставляется так здесь у нас крючочек можно сумку повесить бензобак классно это черный свет он не выцветает пока пока что посадка здесь довольно удобно и на ноги не вперед и высунуть потому что здесь вот эта ступеньки то есть можно в крайнем случае поставить вас сюда ноги тогда можно опять-таки они будут согнуты в коленях у тебя жена говорит очень удобное заднее сиденье очень широкое но так вот посмотреть и ноги кладутся не на подставки вот на такие лыжи здесь на новых 350 их уже это евро 5 модели которые идут с 2017 года но там уже в бок выщелкиваются подножки кстати новый идет на 26 кубов больше тем не менее у него мощность меньше надо там 30 лошадиных 29 с половиной чтоб такое лошадиных сил все здесь евро 5 он удушен потому был выбору такой взять тоже идем значит с этой стороны у нас значит стоит ниф глушитель это не родной уже отличный глушитель такой звук у него приятный глушитель легальный значит у него стоит здесь и номер вот он значит и дб киллер есть который можно так если нужно открутить что им еще здесь имеем уровень масла выкрутить посмотреть и вот здесь расположен фильтр внизу он откручивается вот это вот крышка и здесь такой стоит пистонного типа то есть катушка такая катуша я был чемпион меняется фильтр то есть на трехсотых довольно так редко такое встретишь но видимо сделали потому что здесь масло мало полтора литра а вот с этой стороны у нас вот здесь вот расположена гайка слива вот она рядом с ней расположена сетка то есть выкручиваешь этот винт и здесь вот такого размера сетка которая промывается потом в бензине и продувается на фильтр здесь значит воздушный такого довольно большой значит забор воздуха не одесса такая вот труба примерно сантиметров насколько 15 на 20 забирает вот так вот этого вот места где-то то есть не из-под колеса очень классно сделано а вот с этого места под пластиком вот так что должен мне грязь набирать лучше воздушный фильтр значит что еще амортизаторы здесь задние довольно мягкие они в пять положениях пяти положениях вот здесь можно их выставить предметях ну что еще фонари задние здесь все абсолютно лампочки лады нету на новом стоит уже лет вроде бы вот это лету цена нового кстати кто интересуется триста пятьдесятки 5200 евро этот стоил 44 тысячи девятьсот с копейками новый где-то его между полторы двух тысячи можно в этом таком состоянии купить вот так что еще а кстати интересно вот это точно такой даунтаун 300 и они делают кимка для kawasaki у kawasaki он называется j или j по-немецки 300 kawasaki j 300 и вот точно это идентичный абсолютно скутер с тем же мотором всем же но все абсолютно то же самое вот только там kawasaki написано до поставил я за топ-кейс еще насчет потому что здесь хребко бекер стоял который мне который как-то болтался мне не нравился он и по виду это гиви симпли на 47 или 48 не помню литра вот здесь мы на лук системы одной рукой открывая закрываешь довольно удобно 2 интеграл шлема суда вмещаются вдобавок вот с этим пространством под сиденья просто супер то есть место здесь нумеренно хватает так что еще у нас есть значит наверное а значит вариматика здесь в общем разгон мне очень нравится вроде менялась на 21000 ремень вариматика стоит здесь 1 я кроме грузиков здесь стоит доктор пули 40 граммовые разгоняется он очень шустро я потом буду делать тест так что смотрите наблюдать и я не буду много писать еще наверно видео делать он сейчас прошел у меня 27000 350 километров по моему и значит я выбрал ровно 27000 там чуть-чуть до 8010 расход у меня отдали от залива до долива на заправке заливал значит 32 литра вышел но это здесь по городу чуть езжу то есть я особо не рассачивание раз я попробовал он разгоняется легко до 150 по спидометру вот так полностью его еще не выезжал сколько он идет вот в ю тубе есть видео где он идет до 170 не знаю видимо какой-то тюнинговый аппарат этот я еще не проверял но так здесь есть он и в милях можно мили переключить наверное такая вот они делают общую версию для америки значит англии австралии тоже такие там ездят довольно немало ну что на этом пока все значит что хочу сказать аппарат классно управляемый легкий он шустрый и юрки такой в потоке городского можно ехать очень удобный единственное что здесь не вытянешь ноги на полную но если ты сидишь в конец упираешься в эту спинку то у тебя ноги довольно так не сильно согнуты в коленях и довольно удобно видимо для того чтобы делать без ступеньки нужно вытягивать базу и он тогда намного длиннее аппарат будет хотя сейчас я не знаю кроме sim 400 600 какие аппараты еще есть которые делают без этой ступеньки то есть honda forza и yamaha x max у них все с этой ступенькой идут вот такие вот дела ребята ну что смотрите продолжение потом я буду делать еще видео с вариматиком как там и вот и вот до счета я уже все сделал кроме замены как я говорил воздушного фильтра он заказан еще не пришел кстати что я хотел сказать очень удобно просто потрясен как здесь удобно до всего добираться то есть принципе ты здесь вот 6 болтов откручиваешь под сиденьем под сиденьем вынимаешь эту ванну и я вчера за 15 минут отрегулировал клапана без проблем то есть тот кто сам делает это техническое обслуживание самому просто без проблем все и в youtube много различных видео как что где как что разбирается как пластик снимается все это есть и очень удобно в этом плане все ребята всем привет с вами был я для металл райда пишите в комментариях мне интересует кстати как насчет резины вот michelin city grip 2 насколько она хорошая кто ее пробовал потому что я заказал она придет буду ставить пишите в комментариях ставьте лайки подписывайтесь всем привет до новых встреч